Вкус очень уникальный, его нельзя ни с чем сравнить. Это питательное молоко, кофе на нем получается особенным. Это Пермь, владелец кофейни Денис Кобелев, и он рассказывает об уникальном предложении кофе на грудном молоке. Как вам такое? На заднем фоне, видите, мама с коляской. Вот она одна из поставщиц молока для кофейни. Я недавно в декрете и увидела вконтакте объявление, что требуется много грудного молока. А у меня его как раз много, ребенок и так наедается, и я решила, почему бы и не позаработать. Видео Максим опубликовал в соцсетях кофейни, и, естественно, пошли комменты, типа, что? Нафантазировали, что следующее, что будет картошка фри на жире от липосакции? Вспомнили и про плаценту тоже. Около девяти мамочек нам поставляют молочко со всеми справочками. Выходит примерно пять литров. Цельник достаточно большой, 650 рублей. Для Перми это достаточно много. В среднем за день получается около 45-50 стаканчиков на всех троточках. К концу года постараемся выйти на оборотку в тысячу стаканов. Десятки федеральных, региональных СМИ написали про странную бизнес-идею. А радио «Говорит Москва» даже Геннадия Онищенко, бывшего главного санитарного врача, попросили это прокомментировать. Любое предприятие общественного питания должно соблюдать санитарные правила. Готовить из разрешенных продуктов ни в одном нормативе не прописано требований к женскому молоку в общественном питании. Вот только за это этих господ нужно привлечь к ответственности. Роспотребнадзор возбудился, что у грудного молока нет соответствующих документов. Вы представляете масштаб общественного резонанса? А теперь пришло время сбросить маски. Все это был «Ребята, пиар». Прочитал книгу на днях «Денег нет, но вы пиарьтесь». И решил ко дню дня рождения автора, 14 мая, запустить первую в России в Банчукове. Автор книги «Денег нет, но вы пиарьтесь» Дмитрий Банчуков из Пензы любит делать пиар-истории. И то, что по его заветам сделали ребята из Перми, оценил. Мол, молодцы, ну еще бы такие охваты. Вот по сути то, что я сейчас вам рассказываю эту историю, это тоже еще одна монетка в копилку этого пиар-кейса. Да и не жалко, ребят, ну правда, сработало отлично. Но, как всегда есть но, самая свежая новость. Роспотребнадзор все-таки нагрянул с проверками в эту кофейню. Информация об использовании грудного молока не подтвердилась, что и требовалось доказать. Но кто ищет, тот найдет. Сливки не угодили. Цитата «Приемы хранения питьевых ультрапастеризованных сливок проводилось без товарно-сопроводительной документации. Руководителю может грозить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или приостановление деятельности заведения на срок до 90 суток». И это, друзья, уже не шутка. Продолжение следует...